Учители, мыслители, пророки Джон Лок Английского философа Джона Лок называют интеллектуальным вождем 18 века и первым мыслителем эпохи Просвещения. Лок писал У государства есть три главных задачи. Во-первых, оно издает законы, определяющие наказание за различные преступления. Это законодательная власть. Во-вторых, она наказывает за преступления. Это исполнительная власть. В-третьих, власть защищает своих граждан от врагов, то есть ведает вопросами мира и войны. Если правительство не способствует счастью и благополучию своих граждан, то граждане имеют право сверкнуть такое правительство и избрать новое. Эти идеи у Джона Лок возникли на конкретном историческом фоне. Английский король Карл II попытался вернуть католичество в протестантскую Англию. Многие видные политические деятели вынуждены были эмигрировать в Голландию. Среди прочих был и Джон Лок. Надежда вернуть родине свободу и веру появилась, когда правитель Нидерландов, принц Вильгельм Аранский, будущий король Англии Вильгельм III, высадился на берегу туманного Альбиона. Тогда многие беженцы получили возможность вернуться домой. Джон Лок плыл на одном корабле с королевой Марией II Стюарт. По пути в Англию между ними записалась беседа. Ваше Величество... Ой, еще нет. Я только надеюсь в скором времени стать королевой. Не сомневаюсь, что так и будет. Вы вышли замуж за своего двоюродного брата и теперь вместе с ним идете на войну против родного отца. Какие чувства руководят вами? Вильгельм, муж мой, несет англичанам свободу, в том числе и свободу выбора веры. И наш выбор – это наша английская вера в Господа. А это стоит того, чтобы быть вместе с Вильгельмом в одном строю. Абсолютная свобода – это именно то, что нам так необходимо. Ваш дядя, а затем и отец пытались нам навязать не только чужую веру. Они хотели сделать нас рабами. А рабство – это отвратительное и жалкое состояние. Оно противно нраву и мужеству нашего вольнолюбивого народа. Невозможно же представить себя англичанин и тем более джентльмена, который не выступил бы против рабства. Вот-вот, вот мы и выступили против тех, кто хотел подчинить своей абсолютной власти народа Англии. И все же власть одного короля, моего отца Якова, сменится властью другого короля, моего мужа Вильгельма. В чем же тут, по вашему мнению, разница? Не сменится ли одно рабство другим, пусть и менее тяжким? Разница ваша светлая заключается в том же священном слове – в свободе. А ваш муж, Вильгельм, это наш свободный выбор. Обоснованием его права на трон является согласие английского народа. Мы дороже всего ценим свое право на свободный выбор. И мы этот выбор сделали в его пользу. Приятно слышать хвалебные слова. Но поговорим и о неприятном. Представим, что мой муж, взяв власть в свои руки не сейчас, а со временем, спустя годы, пойдет по стопам своих предшественников и начнет диктовать свою волю подданным, не давая им права голоса. Как вы поступите в таком случае? Ваше сиятельство, в наше время появилось много людей, которые льстят короля, но получают от этого немалые выгоды. Но я, рискуя вызвать ваш гнев, скажу, что если наш король-освободитель решит стать абсолютным монархом и попытается сделать нас бессловесными орудиями своей террорической власти, то мы поднимем восстание и свергнем его так же, как сделали это с Янковым, вашим отцом. Что же, сказано весьма смело. И вот, мой вам совет, сэр Джон, всегда говорите королям правду. Они это поймут и оценят. По возвращении на родину Лок намеревался вернуться на преподавательскую кафедру в Оксфорде. Но, обнаружив, что ее занял молодой профессор, он отказался от толщести и последующие 15 лет своей жизни посвятил научным исследованиям и государственной службе. Круг его интересов очень широкий. Лок в это время занимается естествознанием, медициной, политикой, экономикой, отношениями государства и церкви, проблемой веротерпимости и свободы совести. С его точки зрения, все люди свободны в выборе веры. Но вместе с тем, у этой свободы должны быть и ограничения. Лок, вы много пишете о свободе вероисповедания. А как вы относитесь к католикам? С моей точки зрения, они заслужили изгнание из Англии. Вот так свобода! За что же они заслужили вашу немилость? Католики-изменники. Они клялись в верности иностранному пастелину по-ателинскому. Ну, допустим. А кто еще, по-вашему, не достоин свободы? Ателисты! Их заверениям и кляпам нельзя верить. Чем им клясться? Нечем! А как вы относитесь к мусульманам и иудеям? Мусульмане, иудеи и даже язычники могут быть безукоризненно нравственными людьми. Хотя эта нравственность, по моему мнению, должна стоить им большего труда, чем верующим христианам. Лог, если в двух словах, то в чем состоит ваша вера во Христа? В двух словах? Ну, что же, пусть будет по-вашему. Моя вера состоит в том, что Христос – Мессия. И все? А, впрочем, если подумать, то именно так и есть. Если исключить католиков и атеистов, то каждый имеет право идти к спасению собственным путем. Светская власть не в праве насаждать истинную веру и истинную мораль. Силой можно только заставить людей притворяться, но никак не верить. А укрепление нравственности – это обязанность уже не государства, а церкви. Что является целью нашей жизни? Да. Позрать отпуск. Богатство. Здоровье. Да, вечная молодость. Целью жизни человека является достижение счастья. Новый Совет указал нам путь к счастью и в этой жизни, и в жизни вечной. Те, кто ищут счастья в кратковременных удовольствиях, придут по тропе страданий. Мог. Но почему же именно нужно идти тропой страданий? Что плохого в удовольствиях жизни? Плохо то, что за удовольствие приходится платить. И плата эта, оказывается, слишком высокой. Среди разнообразных научных интересов Локко нашлось место и для педагогики. Он разработал систему воспитания молодежи, в которой все составляющие должны быть взаимосвязаны. Воспитание джентльмена должно включать физическое и умственное развитие. Развитие здорового тела вырабатывает мужество и настойчивость. А умственное воспитание позволяет вырабатывать характер, формирует образованного, делового человека. Религиозное же образование необходимо направлять не на приучение детей к обрядам, а на формирование любви и почтения к Богу, как высшему существу. При этом не следует забывать о нравственном воспитании, которое состоит в том, чтобы научить юношей отказывать себе в удовольствиях, идти наперекур своим склонностям и неуклонно следовать советам разума. Само собой не лишними будут выработка изящных манер и навыков галантного поведения. Не следует также забывать о труде, который предотвращает привычку к праздности. Лок часто жаловался на то, что ему трудно выносить городскую духоту. И на то у него было основание. Лок всю жизнь страдал от астмы, а после 60-ти страдал от чахотки. Поэтому в 1691 году он с радостью оставил Лондон и переселился в провинциальный городок Отс, что в красстве Эссес. Будучи признанным интеллектуальным лидером нации, он излитко наезжал в столицу. Лок руководил преобразованиями в государстве, но с 1700 года отказался от всех должностей и перестал покидать провинции. Отсюда он вел переписку с Рейбницем, принимал у себя Исаака Ньютона и вел с ним оживленные беседы по посланию апостола Павла. Здесь Жалов написал произведение, которое он подводил итог своей жизни. Это поразительное по силе произведение называется «Предсмертная речь цензора». Может ли кто-нибудь по природе быть счастлив в этой жизни? Нет, не может. Я охотно стерплю забвение после смерти всего, что в этой жизни свершил, Господи. Но судьба простит меня, если, перейдя через лету и среди теней, я буду возносить Тебе хвалы. Ибо одной жизни недостаточно ни для подражания Твоим добродетелям, ни для восхваления их. Но и это поле словословия вынужден я покинуть, так как уже задыхаюсь и вот-вот и спущу дух. Мне на пороге смерти не хватит ни сил, ни времени, ни таланта, чтобы показать, что заслуги Твои нуждаются в восхвалении. Но я скажу, что то счастье, которое в постоянной тревоге смертные напрасно ищут в других местах, обретается только под Твоим владычеством. Аминь. Умер Джон Лук Фотис, в доме приютившей его леди Мэшин, 28 октября 1704 года.